Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Моя мама всегда была очень строга со мной, не было от неё любви и ласки, хотя, конечно, она меня любит, что я выросла в полноценной семье. Обычной, небогатой. Мои родители дали мне образование, всегда поддерживали мне и помогали. Но вот любовь не проявляла. Никогда не говорили мне, мы тебя любим и прочее. Я была не особо красивой, и мне одна мама сказала, что вот, ну, если нет природной красоты, то хотя бы воспользуйтесь косметикой. Я была хорошая девочка, отличница, мальчика на меня внимания не обращала, и мне это очень сильно отложилось. Я многого достигла в жизни, у меня 36, я занимаю высокую должность, делаю несколько операций, внешне привлекательно, физически я отдалился от родителей. Сначала уехала в другой город, почти очень далеко, а потом в другую страну. С родителями ежедневно позвониваюсь, но от мамы так и слышу какие-то неприятные норки в голосе, будто пренебрежение. Ну, и что-то там, сходила я туда, сделали эту личную жизнь, не вкладывала все же чувства неуверенности осталось, что вот эта же фигура не та и прочее. Я никогда не рассказывал родителям о своей личной жизни. Вернее, могла бы папе, он добрый и хороший, а вот маме нет, я не могу даже сказать ей, что люблю ее. Сразу слезу в душе, хочу проработать эту проблему. Ну, смотрите, собственно, в чем проблема? Ну вот, для начала, в чем проблема? Что есть проблема? То есть, проблема в том, что мама, значит, была к вам строга, проблема в том, что родители не проявляли к вам любви. И вот, что есть проблема, проблема в том, что вы в себе не уверены и вот, ну, как-то вот запрещаете в себе быть в отношениях. Например, из-за того, что у вас с, допустим, фигурой что-то не то, как вы говорите. То есть, что есть проблема? Итак, вы пишите, моя мама всегда была очень строга, со мной не было от нее ласки и любви. Как вы поняли, что от нее не было ласки и любви? Как вы это поняли? Как вообще можно это понять? Что от кого-то нет ласки и любви? Что от кого-то нет ласки и любви? Очень просто, на самом деле. А только если мы сравниваем, вот, только если мы сравниваем себя с другими. И это очень интересно. То есть, то есть вы делаете вывод, получав о том, что мама вас не любила, ну, то есть не любит. Точнее вы говорите, что любит, но вот говорите, что, ну, не проявляют к вам этих чувств. Так вот, вы делаете вывод о том, что она не давала вам ласка и тепла. Только потому, что другие люди очевидно это делают. То есть, то есть вы стали замечать, что это проблема, когда начали сравнивать себя с другим. Что вот, другие родители боют ласку, дают тепло, вот, а мои родители мне этого не боют, не боют тепло, не боют ласку. И, значит, я какая-то плохая, значит, что-то со мной не так, что-то со мной не в порядке и так далее. Вот это очень интересно, на самом деле. Потому что только сравнивая себя с другими, вы приходите к выводу, что вас не любят. Но если бы ничего такого не было бы, то есть если бы вы ни с кем себя не сравнивали бы, то у вас таких чувств не возникало бы. И появляется такое чувство у вас, появляется такое чувство, что с вами что-то не так. Появляется чувство, что вы недостойны любви, недостойны ласки, недостойны тепла. Мама же, вам этого не даёт, и вы делаете такой потрясающий вывод. То есть непринятие себя в этом случае рождается исключительно из того, чтобы сравнивать себя с другими людьми. Вот, и... Понимаете, что проигрывать. А дальше уже начинается такое вот поведение, направленное на то, чтобы доказать, что вас можно, что вас нужно любить. То есть появляется поведение, направленное на то, чтобы заслужить, заслужить любовь. Вот. Что вы, собственно, и пытаетесь делать. Тем, что отличница вы, вот, будучи отличницей, вы пытаетесь этого заслужить. Тем, тем, что добились многого, вы пытаетесь этого заслужить. Тем, тем, что... Мужчин у вас нет. Ну, в смысле отношения, они склапаются этим тоже. Пытаетесь... Пытаетесь доказать. Вот. Вот. Ты все это доказать, пройдет вам, что я пока... Я пока же. Я не хуже. Я не хуже. Говорить ему. Вот. И... И... Пока вы пытаетесь сразу доказать, но она будет пренебрегать. Вот. Ну, потому что ей кажется, что именно благодаря тому, что она вам пренебрегает, да, вы вот как раз всего достигли. Вот. Именно благодаря этому. Именно. Именно. Именно благодаря тому, что она вам пренебрегает. То есть, если вам, вам не перестать пренебрегать, то вы сразу перестанете чего-то добиваться. Вот. Такая история. Вот. Ага. То есть, все здесь связано именно со сравниванием себя. То есть, вы сравниваете себя. Пытаетесь себя сравнивать с другими людьми. Вот. Ну, естественно, естественно, что сравнение не в... ну, не в вашей пользе происходит. Это само собой. Мы там еще, ну, с другими же детьми. Родители себя по-другому ведут. А с вами нет. С вами ведут себя вот так. Ну, естественно, вы потеряли свое... ну, потеряли свое место. Вот. А хотите, значит, свое место вы вернуть. То есть, ну, обказать, что вы свое место... что у вас места отобрали. Причем отобрали совершенно справедливо. Вот. Значит, нужно активно что? Доказывать всем, какая вы... какая вы хорошая, какая вы достойная, как вот правильно вы все делаете и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот. То есть, это вот изначально вообще базовая какая-то история, что... что-то с вами не так. То, что родители не могут по-другому. То, что ваша мама не может по-другому. То, что ее пренебрежение — это такой способ, ну, как-то вот позаботиться о вас может. Да, это такой... вот просто, ну, такой способ общения ее. А с вами? Вот. Вы этого даже не допускаете. Вот. Почему? 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 Да. Потому что... Пребываете в этом... Пребывании. Вот. Ко мне должны... относиться. А. Ну, вот так, как я хочу. А. Ну, чтобы... чтобы относился. Вот. То есть, не так, как вот кто-то может. А? Да. А именно, вот. Так, как, как вот. Я хочу. Вот как, вот как я хочу. Значит, чтобы... Ко мне относился. Вот так. И должны. Относят. Ко мне. Вот. Могут. Не могут. Ваши родители. Так, как вам относится. Ну, это вот. В данном случае. Не важно. Понимаете, да? И отсюда вы себя не чувствуете. Ну, то есть, вообще, что они себя не ощущают. То есть, нет такого, что, ну, что вы как-то вот себя, там, замечаете, что вы хотите. Нет такого, что вы как-то чувствуете, вот, себя. Нет такого, что вы, что, ну, находитесь, грубо говоря, в контакте с, вот, собой, ну, с самой собой. Такого нету. Такого нету. Такого нету. Почему? 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 Почему такого нету? Потому что все ваши силы направлены на то, чтобы подоказать другим людям что-то. Нет времени. Вообще. Вот. Вот. Это сплошная гонка. Гонка, вообще, со временем, гонка с, с работой, с людьми, с самой собой. Ну, вот. Гонка во всем. Вообще. Ну, естественно, вот, непринятие от себя, непринятие от себя такого, что жёстко, потому что я вот, плохая во мне, много чего плохого тоже, тоже присутствует. Конечно, конечно. Вот. Это, ну, как бы, такой, довольно, эээ, довольно естественный, в данном случае процесс. Дальше. Вот вы говорите, мне было от неё любви и ласки, когда, конечно, она меня любит. что, вот, как, как вы уживаете в этом противоречии? Что, вроде бы, ласки любви нет, но в то же время она вас любит. или она вам не давала ласки любви? То есть, здесь, в глубине души вы хотите верить, что она вас любит, что она такая же, как другие родители. что вы, вы, такой же любимый, как все остальные. Вот. Что тут все, ну, вот, просто, вот, эээ, вот, такая вот неприятная история, что тут все, вот, просто, вот, ну, вот так, просто, просто. Понимаете? Вот. Что здесь вы здесь, эээ, ну, по-прежнему, эээ, идеализируете маму. Вот. То есть, не желаете, блин, эээ, понимать её, ну, её особенности, скажем так. Вот. А особенности у неё есть, особенности как раз вот заключаются в том, что, что, что она, вот, эээ, стакан. Вот. Что она, вот, так может сказать, ну, по отношению к вам. Дальше. Я выросл в полноценной семье, обычно не богатый, но родители дали мне образование, всегда поддерживали меня и помогал. Ну, вот, опять что, здесь, эээ, что мы, что мы чувствуем? Здесь. Что мы чувствуем? Здесь. Эээ, здесь мы чувствуем, что вы, как-как-будто, как-будто бы, эээ, чувствуете свою вину перед ними. То есть, ну, вот, они же мне помогали, они же, вот, для меня делали, вот, то, что делали, да, они это вкладывали в меня. То есть, я им должен, вы говорите, вот. Вот. При этом, что интересно, значит, вы говорите, эээ, лавку тепла? Не давали. Да. Эээ, но поддерживали. Эээ, вот опять, эээ, противоречия. То есть, что-то они для вас сделали, что-то, что-то, что-то делали. Но делали недостаточно. Не так, как другие делают. Вот. Другие родители делают, там, то-то, то-то, да, а вот мои, нет. Мои вот не делают, ну, каких-то вещей для меня. Как бы, как поговорить его здесь. Вот. Ну, это опять же сравнение, с одной стороны, и, я думаю, что нарушение личных границ, эээ, с их стороны, эээ, так скажем, эээ, лав, ну, ваших, ваших личных границ, ваших личных границ нарушения. Вот. Эээ, из чего я делаю такой вывод? Да? Из чего я делаю такой вывод? Из того, что вы вспомните. Вот это когда, когда, если, когда и если человек вспоминит, видит, там означает, что, эээ, что его личные границы, были нарушены. Вот. Ну, вот, эээ, тут нужно смотреть, эээ, где, как, как были нарушены. Личные границы. Ваши. И тогда, что очень важный такой момент. Дальше. Никогда не говорили, мы тебя любим и прочь. Смотрите. Значит, вы здесь пытаетесь сказать, что если мне не говорят, что меня любит, то, значит, ну, меня не любит. Вот. Вот. То есть, это опора на слова. Вот. На внешность. Вот. Были ещё какие-то проявления, проявления этой нелюбви. Ну, помимо, помимо того, что вы описываете. Вот. 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 Потому что, если у вас есть, эээ, столько слов, ну, только слова. Да. Вот. Что? Ну, на мой взгляд, это, скажем так. Опять же, следствие того, чем я описал. Это вот. Это уникальное такое требование. Градит. Ну, ваши. Ваши. Ваши требования. Да. Дальше. Я была не особо красивая. И мне однажды вам сказали, если у меня нет природной красоты, хотя бы наведи косметику. Нанеси косметику. Вот. Тут же очень интересный момент. Откуда вы знаете, что вы некрасивы? Ну, вот. Солен. Откуда? У вас такая информация, что вы, что вы некрасивы. Ну, то есть, вот. Из чего вы такое это сделали? Как вы, как вы узнали о том, что вы, что вы некрасивы? Что мальчики не обращали внимания на вас. Но мальчики обращали внимание не на тех, кто красивый, а на тех, кто как себя ведет. То есть, да, безусловно. Слова внешне отличаются каким-то стереотипом внешним. Оно будет модным. Да. Может быть, к вам внимание будет априори больше. Да. Вот. Если ваша внешность не стереотипична, то внимания к вам будет меньше. Обначает ли это, что вы там некрасивая? Нет. Нет. Все. Вы себя так оценили. Почему? Почему вы себя так оценили? Потому что сравнение. Опять же. Все дело в сравнении. Ну вот. То есть, грубо говоря. Любите. Любите вы себя. Сравнивать. Вот. Вот. Такой момент. Я была хорошей девушкой-отличницей, а мальчиками меня внимания не обращали. Вот. То, что не обращали мальчиками внимания, я уверен, но связано это не с высшей по внешности, а исключительно с тем, как вы себя вели. Ваше поведение. Мальчиками, которые видели, как вы пытаетесь фантастичь его, то есть они видели вас конкурента, вот они чувствовали, что, ну, не то вам вообще-то нужно, да, что не то вам интересно, что другого хотите, вам вообще говорили. Другого. Другого. Другой вам нет. Ну вот. И, соответственно, вы им действительно были неинтересны. Это правда. Я не знаю, что вы были интересны, а что вы были неинтересны. Ну, нет, не вначале. Абсолютно. Абсолютно это не вначале. Просто, просто мальчики видели то, что вы хотите просто, оно, просто доказывать, просто доказывать, какая вы, ну, например. Вот. Потому что вы, эээ, для вас, то первостепенной задачей было, эээ, доказать и показать, например, мальчик, да, допустим, что вы там хорош, что вы сами лучшие, что вас там можно любить, и так далее. Ну, это не, эээ, не создаёт предпосылок для того, чтобы строить отношения. Вы из этого делаете вывод, что вы не красиво. Вот. То есть, понимаете, да, вот, какая вот здесь логика ваша. В этом смысле. То есть, мы себя съели заранее, вот, и не дали себе шансов. Вообще никакого. Судьба шансов. Ну, судьба шансов. Вот. Потому что ваша мама, ну, эээ, также не дала вам шансов. Ну, ладно, там, по, как им там, своим, эээ, причинам, причинам. Ну, не дала вам шансов. Да, ладно. Ну, и вы себе тоже шансов не дала, не дала, не дала, и не даёт до сих пор. Ну, на самом деле. Вот. Это очень печальная игра, как мне кажется, как мне думать. Вот. Дальше. Мне это очень сильно отважилось. Да. Мальчики не обращали на вас внимания. У вас, значит, значит, самооценка попорчена и так. Вот. И вот так. Вы просто получили, получили, ну, подтверждение какое-то, какое-то, там, к тому, что, вот, какая-то вы не такая, по сути, шибудь. Дальше. Много достигов в жизни, да. Это комбинация, вот, комбинация. Отдали вы от родителей с родителями ежедневно созванывать. Вот. Для чего вы с родителями ежедневно? Чтобы что? Вот. Отдаете ли вы себя отчёт, что, ну, с родителями, вы продолжаете чувствовать себя маленькой девочкой, продолжаете находиться в этих отношениях, ну, таких отношениях, отношениях деструктивных, так скажем, мягко. Вот. Тем не менее, вы все равно согласитесь. Погониваетесь? Для чего? Потому что надеетесь, вы надеетесь на то, что вас все-таки примут. Снова и снова все ждёте этого, а вас, получается, не принимают. Ну, эта игра, она, в данном случае, только у вас в голове происходит. Это то, что, ну, что воспоминания принимают, и так далее. Это очень похоже на то, что у вас только в голове происходит эта борьба. Вот. На самом деле, как бы, ну, ваша мама ведёт себя, так, довольно естественно. Вот. И папа, скорее всего, ведёт себя естественно. Вот. Мама слышит какие-то неприятные нотки голоса, будто пренебрежение. Неприятные для кого? Для мамы или для вас? Ну, всё там, ходи и куда. И так далее. То есть, о высоте скользине, слышите от мамы этих, но эти нотки. Снова и снова звоните ей, чтобы что? Обратать, это услышит. Лишнее чуть не вкладывалось, и тоже чувство неуверенности осталось, что та же фигура не та, не та и прочее. Откуда вы это узнали, что она не та? Вы спрашивали, ну, вообще хоть раз, хоть раз у людей, других, вот, как вы вообще, вот, ну, воспринимаетесь имя, людьми в смысле. Вот, что они о вас думают, например, люди, по поводу вашей фигуры, ну, кто-то другой. Или вы сами, вот, все эти выводы, ну, все эти выводы делаете относительно себя. Вот, вот, мне было бы очень интересно это узнать. Тем более, вот, вы, ну, сейчас живете в другом месте, вот, было бы прям очень хорошо, если бы вы на это обратили свое внимание. Вот, у меня пока что нет такого ощущения, что, эээ, что вот у вас есть адекватное представление о себе. Я ощущаю, что, вот, то, что вы о себе думаете, это, вот, больше про то, что мама, ну, это больше про то, что мама, вот, думаю. Понимаете, да? Какая проблема? Ну, какая проблема? Вот, дальше. Так, я не рассказываю родителям о своей личной жизни. А зачем? Зачем родителям рассказывать о своей личной жизни? Ну, опять же, чтобы что? Вы ждете какого-то одобрения от них в этом? Почему? Из чего вы этого, ну, это одобрение хотите? Я просто хочу понять. То есть, для этого есть друзья, подруги. Я имею ввиду для того, чтобы, ну, чтобы про личную жизнь рассказывал. Никак не родители. Родители вам не друзья. Понимаете? Ну, вот, вопрос. А воспринимаете ли вы своих родителей? Никак. Друзей. Это вопрос в связи с открытым. Потому что у меня есть такое чувство, что как раз таки нет. Вот. У меня есть такое чувство, что как раз таки родители для вас. Вот. Знаете как? В одном плаконе. Да? В одном плаконе. И... Какие-то сути для вас они. Вот. Ну, то есть все вместе, по сути. Получается. Дальше. Вернее, могла бы папе он добрый и хороший. Но не говорите почему-то. А маме нет. Я не могу сказать, что люблю ее. Сразу слезу в душе. Это обид. Это обиды, с одной стороны, которую вы не просили. Вот. И это... Любовь к себе. Потому что это говорят, что вы любите ее. Ее. Говорят, что вы любите ее. На самом деле. На самом деле. На самом деле. Вы проявляете любовь к себе. Но эту любовь к себе вы запрещаете. А все это слезы, конечно. Вот. Ну, что... Ну, проявить любовь к себе вы не можете. Нельзя. Да. Может проявить любовь к себе. Только... Мама. Только мама может проявить любовь к себе. Вы не можете. Сами вы не можете. Вот отсюда, собственно. Это... Проблема. И возникает. Ну и обида. Вот. 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 Какая-то история про то, что... Ваши личные границы... Личные границы нарушались. Вот. И про то, что... Вот. Вы чувствовали и, наверное, до сих пор... Чувствуете, что... То, что вы делаете, ну, во многом для родителей. То есть, чтобы им доказать, не для себя. А... Когда вы говорите маме о любви, то... Здесь, естественно, речь идет о какой-то искренности. А искренность, она немножечко про другое. Да. Про другое. Она не про то, что вы... Ну, что вы можете маме сказать. То есть, она про то больше, что вы чувствует фену. Вот. А феновый честность, вот, я уже сказал, определенный комплекс. Вот. Собственно, вот... На это и нужно, на мой взгляд, вам обратить свое внимание. Вот. И, собственно говоря, о том, чтобы проработать эту проблему. Как вы говорите. Вот. Ну, проработать эту проблему, это хорошо. Конечно. Что вы хотите проработать. Вот. Только пока не очень понимаю, как именно вы хотите это сделать. То есть, она будет выбрать психолога. Вот. Нужно будет сформулировать вопрос. Ну, нужно будет сказать, что для вас конкретно проблема. Вот. Потому что, ну, пока у меня нет вашего взгляда на то, что для вас проблема. Вот. Вот. Понимаете, да? Вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задавали с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Вот. Сформулировать базовые постелаты для психотерапии. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи. Продолжение следует...